Сегодня у нас в студии президент мотобольного клуба «Металлург» Валерий Нефантьев и игрок команды Иван Крештопа. И мы поговорим об итогах чемпионата России. Валерий Георгиевич, Иван, здравствуйте. Добрый день. Валерий Георгиевич, первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, как в целом вы оцениваете этот сезон для «Металлурга»? Ну, если коротко, то по пятибалльной системе на 5 с плюсом, если коротко. Ну, а вообще, если так вот немножко вспомнить, как начинали готовиться, как работали, как играли, то это опять длительно, это практически полгода шел чемпионат России. И, естественно, было много, можно сказать, недоразумений в этом отношении. Но, тем не менее, в конечном итоге я всегда сужу по конечному результату. В конечном результате «Металлург», основной «Металлург» выиграл Кубок России в мае месяце. 9 мая был финал Кубка России. Выиграли в финале, опять же, у «Колоса», стали обладателем Кубка России в 27-й раз. А потом в чемпионате России первый финальный турнир был у нас в городе Ипатова, второй в станице Китпирска Краснодарского края и последний, заключительный в городе Видное. Ну, в Ипатова мы, к сожалению, споткнулись, проиграли «Колосу». В Кирпилях, в Кирпильской у «Колоса» выиграли 3-2, ну и у «Агрокомплекса» и там, и там выиграли, поэтому... И, собственно, в городе Видном, последний заключительный турнир, решался вопрос, вот в этой игре кто победит, тот становился чемпионом России 21-го года. И что произошло? Прокомментируйте вот эту ситуацию. И вот, к сожалению, за мою, даже трудно говорить, за мою 60-летнюю карьеру в этом виде спорта, вот такого случая не было ни разу. И вообще я не помню. Команда «Колос» приехала, все нормально, разместилась, кушала, обедала, выхарала на разминку, размялись, объявили составы команд играющих, комментатор объявил, они, не заводя мотоциклов, берут и укатывают с поля мотоциклы. В чем дело, им не понравилось назначение судейской коллегии на этот матч. У нас в регламенте написано четко, даже помню, параграф 8, пункт 8.7, где написано, что просьбы команд и организаций по назначению судей не принимаются, не рассматриваются. Есть главный судья соревнований, Александр Евгеньевич Минаев, он председатель всероссийской коллегии судей по Мотоболу. Он единолично принимает решение о назначении судей. Не было ничего изрядного не уходящего, чтобы вот так поступить. Я говорю, ну сейчас уже отголоски пошли, они уже, кстати, уже в местной газете, там, по-моему, Зори Ипатова, они уже извиняются, что они погорячились, что было принято неправильное решение. Но, как говорят, Михаил Сергеевич говорил, маховик запущен, и уже пошло письмо на президента Федерации России Джеуса с объяснением, часто с объяснением вот этой ситуации. Были драки, были удаления всякие. Но чтобы вот так плюнуть в лицо зрителям, взять и уйти без борьбы, тем более выплату уже 4 члена сборной команды России. Давайте поговорим теперь о тех играх, которые все-таки состоялись. Иван, вопрос к вам. Какая вообще игра была самая сложная, как вы считаете? Ну, Супатова, каждая игра сложная, потому что принципиальный соперник для «Металлурга». Наверное, за последние лет 5 это основная команда. Уже 10 лет, я считал. Ну да. Уже 10 лет. Ну, даже 10 лет уже. Это команда, которая конкурентно способная. Наверное, самая конкурентно способная с «Металлургом». Спасибо. И хотелось бы немного поговорить о «Металлург-2». Так, название команды – это расскажите немного. И привлекают же, да, в основной состав «Металлург-2». Ну, вот в «Металлург-2» вообще существует 3 возрастных категории. Это юноши с 8 до 17 лет, юниоры до 22 лет и уже взрослая команда. Поэтому в «Металлургии» вот эти все 3 поколения есть. Но наиболее успешные, конечно, и это радует, что есть поколение вот этих ребят с 8 до 17 лет. Они уже, насколько даже трудно сказать, но они, по-моему, уже пятый раз выиграли, стали, это называется, первенство России среди юношей. В этом году они выиграли очень с хорошим таким результатом. Был в Краснодарском крае, проходил в городе Услабе, участвовал в 8 команд. И «Металлург-2» стал чемпионом России в своей возрастной категории. Появились хорошие игроки. Можно отметить, конечно, Ковтуна Артема, Гусарева Тимофея, Толкачева Максима. То есть, это ребята, которые уже осталось несколько ступенек, чтобы попасть в основной состав команды «Металлург». Спасибо большое, Валерий Георгиевич и Иван, что пришли сегодня к нам в студию. Мы желаем вам только новых побед. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были президент мотобольного клуба «Металлург» Валерий Нефантьев и игрок команды «Иван Крештопа».